В Ульяновске прошло заседание штаба по комплексному развитию региона. Члены правительства отчитались губернатору Алексею Русских о работе за неделю и доложили о ближайших планах. Прозвучала информация о вакцинации от COVID-19 и гриппа, о соблюдении масочного режима в общественном транспорте, о прохождении отопительного сезона. Глава региона открыл заседание с оценки ситуации по COVID-19. Ситуация с коронавирусом ухудшается во всей стране. И у нас, как и у многих других регионов, постоянно появляются новые проблемы, новые вызовы, которые необходимо раздышать быстро. Это и жалобы на детское здравоохранение, и огромное число претензий по работе участковой службы, и отсутствие волонтеров, и многое-многое другое. Алексей Русских отдельно остановился на ситуации с обеспечением заболевших коронавирусом бесплатными лекарствами. На 40 миллионов рублей из внутренних резервов региона лекарства уже закуплены. И начата их бесплатная выдача больным. Кроме этого, правительство Российской Федерации из резервного фонда выделило нашему региону 47 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Статистика заболеваемости коронавирусом в Ульяновской области продолжает ухудшаться. Рост заражений за неделю составил 6,9%. Этот показатель на 1,5% выше, чем общий по стране. В антилидерах – Инзенский, Сурский, Майнский и Барышевские районы. За неделю наш регион по заболеваемости COVID-19 с 17-й строчки переместился на 16-ю среди всех субъектов Российской Федерации. В целом на территории региона сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с тенденцией к росту. По состоянию на 10 октября область занимает 16-е место среди субъектов Российской Федерации. Число вакцинированных жителей Ульяновской области на прошлой неделе увеличилось. Но для выработки коллективного иммунитета от COVID-19 достигнутых показателей пока недостаточно. За последнюю неделю мы отмечаем умеренный рост. В среднем сутки у нас вакцинировано 1278 человек, так как неделя раньше это было 979 и две недели назад среднее количество было 955. Хочу сказать отдельное спасибо людям, которые приняли правильное решение таким образом защищать не только себя, а защищать своих близких, своих родных. Продолжаются плановые рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Сотрудники регионального министерства транспорта совместно с представителями ГИБДД проверяют автобусы и маршрутные такси. Пассажиров и водителей без масок наказывают. В ежедневном режиме работает 5-7 мониторинговых групп. По результатам выявленных нарушений составом 237 протоколов. Из них 134 протокола на пассажир, 33 протокола на юридических лиц, 70 протоколов на водителя автобусов, маршрутных такси и легковых такси. С 4 октября текущего года, по вашему поручению, Алексей Юрьевич, на всей территории Ульяновской области проводится операция автобуса. Один из самых актуальных вопросов для региона – начало отопительного сезона. В целом он идет в штатном режиме. Запущены и работают все теплоисточники. В регионе есть несколько объектов, где пока нет тепла, но они находятся на стадии капитального ремонта, после которого будут обеспечены отоплением. Ежедневно ведется мониторинг температурного режима. Нарушения устраняются в оперативном порядке. Мы отмечаем, что за эту неделю, которая прошла, количество заявок в 4,5 раза снизилось. Если мы фиксировали в целом 166 в неделю заявок, то сегодня это количество снижается в 4,5, а то и в 5 раз по разным каналам. На заседании штаба также коснулись вопроса подготовки дорог и городской инфраструктуры к зимнему сезону. В прошлом году было много нареканий на расчистку тротуаров ото льда и снега. В этом году было решено приобрести 18 новых единиц техники для расчистки тротуаров. Министерство транспорта готовится к зимнему содержанию региональных дорог. В целом по региональным дорогам организационные мероприятия по зимнему содержанию у нас выполнены, запущены, приняты в соответствии с распоряжением и приказами. С 25 октября у нас начинает работа традиционный мониторинговый центр. На заседании также коснулись вопросов вакцинации против гриппа. До конца недели показатели должны довести до плановых. Речь шла о контроле за работой управляющих компаний, об итогах уборочной компании и посевной будущего года. Все текущие вопросы находятся на контроле и решаются в плановом порядке.